Прошедшая неделя была богата на события в Республике Ивуфе. Обо всех значимых событиях мы поговорим сегодня и начнем, безусловно, с новостей экономики. К сожалению, на этой неделе экономические новости для Башкирии неутешительные. И первая самая неприятная новость – это новость о том, что компания «Башнефть» решила не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года. То есть дивидендов Республика получит ноль, при том, что республиканская собственность в размере 25% в составе акций «Башнефть» – это довольно-таки увесистый, существенный кусок. И часть этих акций в 2019 году «Башнефть» выплатила более 19 миллиардов рублей, то есть «Башнефть» выплатила самой Башкирии около 5 миллиардов рублей, чуть меньше. И вот в этом году мы остались без этих денег. Злые языки говорят о том, что Игорь Сечин, принимая подобное решение, воскликнул «хрен Хабирову, а не дивиденды». Но я, конечно, не верю в подобную фривольность поведения Игоря Ивановича Сечина. Вряд ли это было в реальности. Однако это очень четко иллюстрирует те отношения, которые, к сожалению, сложились между руководством Республики Башкортостан и руководством крупнейшей могущественной корпорации «Башнефть». Примечательно, что в целом «Роснефть» по России и в мире выплатит дивиденды в этом году. То есть, по сути, получается, что «Башкирия» осталась без денег. Все остальные акционеры «Роснефти» и, в том числе, как «Башнефть», входящая в состав «Роснефти», все остальные получат деньги. «Башкирия» не получит. Конечно, для нас это существенная часть бюджета. Конечно, придется, видимо, изменить какие-то расходные статьи и прочие планы, которые были на эти деньги. Потому что, ну, как ни крути, а 5 миллиардов – это не 5 копеек и даже не 5 рублей. Соответственно, конечно, это нехорошая новость для нас в целом, не только для Хабирова. Но для Хабирова и для его правительства теперь стоит задача каким-то образом перераспределить оставшиеся деньги в бюджете. Может быть, придется немножко ужаться с всякими сабантуями и всемознужденными праздниками и вообще с аппетитами. Но что-то мне подсказывает, что этого не случится. А еще на прошлой неделе было много странных новостей, которые, скорее, нужно относить к категории скандальных. Например, муфти Духовного управления мусульман республики, господин Бергалин, заявил, что первый азан с минарета мечети Ар-Рахим, он поручит совершить никому иному, как Элвину Грею. Для тех, кто не знает, что такое азан, я постараюсь объяснить. Азан – это такой призыв к молитве, который раздается с минарета мечети, который возвещает верующим о том, что пришло время молитвы и собирает их на молитву. Само собой понятно, что первый азан в только что открытой, самой главной мечети республики должен быть поручен одному из самых уважаемых или самому уважаемому человеку в умме. Умма – это объединение верующих вокруг какой-то мечети или на какой-то территории. Ну, то есть, это такое почетное право, это очень важный момент, это, по сути, открытие вот этого объекта, самой мечети, вот этого места для Бога и так далее. И вот эту почетную обязанность господин Бергалин считает необходимым поручить именно Элвину Грею. Честно говоря, меня, человеку далекого от ислама, но периодически интересующимся и исследующим этот вопрос, конечно, меня это очень удивило. А исламское сообщество республики Башкортостан это очень сильно обеспокоило. Дело в том, что вообще многострадальная судьба мечети Ар-Рахима, она беспокоит верующих в Уфе и в Башкирии, а уж вот подобная выходка, она, конечно, и вовсе ошеломила верующих республики. Чем вызвано подобное скандальное решение муфтия духовного управления мусульман, до конца непонятно. Верующие шепчутся между собой, обсуждают, будет ли обязательным исполнение молитвы Истиаза, которая, по некоторым сведениям, по определенным соображениям, способствует очищению оскверненных помещений. Ну, в общем, я не знаю, как там дальше будет развиваться, однако примерно в то же самое время господин Хабиров заявил, что он утроит бюджет Элвина Грея на его телевизионном проекте «Ян Маны». Этот телевизионный проект, который, по мнению экспертов, полностью скопирован с одной из татарских телевизионных передач, обходился нам в предыдущий год в 30 миллионов рублей. Теперь Радий Фаритович добавит своему другу Элвину Грею денег, и бюджет Башкирии потратит на это развлечение 90 миллионов рублей. Я не знаю, синхронизированы ли вот эти решения муфтия Бергалина и Хабирова. Я не знаю, хотел ли Бергалин сделать приятное руководителю республики, но в итоге вот эта весьма сомнительная фигура Элвина Грея, человека, который на одном из концертов в Башкирии выглядел очень странно, настолько странно, что зрители делали предположение о неадекватном состоянии либо употреблении каких-то веселящих веществ. Но, в общем, вот подобное решение, более скандальное решение было принять, наверное, сложно. Два следующих странных события в республике связаны с персоной господина Мурзагулова. Как вы знаете, на прошедшей неделе он отмечал свой 43-й день рождения, и, видимо, что-то пошло не так, потому что именно в день своего рождения господин Мурзагулов был замечен бегающим вокруг Белого дома и разыскивающим каких-то, ну, по его мнению, существующих штурмовиков, которые штурмуют Белый дом. Ну, периодически он взъерошенный, значит, с волосами дыбом указывал в какой-нибудь угол, в какой-нибудь закуток или под какую-нибудь елочку, и видел там предполагаемых штурмовиков, которые должны, значит, видимо, взять приступом Белый дом. Временами ему меречился и Хабиров, выбрасывающий Белый флаг. Ну, в общем, выглядело это весьма странно. Сейчас кто-то штурмует, прямо сейчас. Вот здесь штурмовики заходят отсюда, отсюда, здесь тоже штурмовики. Хабиров уже в панике там выбрасывает Белый флаг с балкона. А еще Хабирова на прошедшей неделе посетила шальная мысль о том, что а не закрыть ли нам футбольный клуб Уфа и не перенаправить ли вот эти сотни миллионов рублей на благие дела, там, например, на какие-нибудь социальные объекты. Ну, бывает такое, да, человек вот устал терпеть вот эти бесконечные скандалы, бесконечные неудачи, раздражают его вот эти, ну, прямо скажем, существенные траты, а тут еще Игорь Иванович, значит, подводит с дивидендами. Ну, в общем, мысль пришла в голову Хабирову. Но тут же материализовался вездесущий. Мурзагулов не начал с жаром убеждать Хабирова, что делать этого категорически нельзя. И, собственно, любопытна здесь аргументация господина Мурзагула. Он, конечно, догадался, что нельзя говорить дорогому другу и руководителю о том, что, ну, как бы, футбольный клуб Уфа является для него лично, для Мурзагула, определенным источником дохода. Он же все-таки там должностное лицо и получает, судя по всему, неплохие деньги. Но Мурзагулов мотивировал радио следующим образом. Он сказал, что если мы закроем футбольный клуб Уфа, то лично Хабиров потеряет примерно треть упоминаний в СМИ. Вот это меня очень сильно зацепило в том смысле, что тут обнажился истинный смысл футбола для вот этих вот наших горе-руководителей. А истинный смысл футбола заключается в том, чтобы у нас были упоминания. Понимаете, да? То есть дело не в футболе, а в упоминаниях. Ну, вот это очень четко иллюстрирует то, как они относятся к тем вещам, которые преподносят населению, как важные, там, существенные и так далее. При том, что сотни миллионов рублей уходят практически в пустоту. И вот как бы упоминания остаются нам на память. Теперь немного новостей из районов республики. Многие задают нам вопросы, дескать, какова эффективность наших передач, да какой смысл, да все равно ничто не изменится. Но вот сегодня есть удачный момент ответить на этот вопрос и опровергнуть эти предположения. Я говорю о том сюжете, который у нас совсем недавно вышел про администрацию и районный совет Мелюзовского района республики Башкортостан. Мы говорили о том, что весьма странная кадровая политика ведется в этом районе, когда глава района, которого избирает совет, берет себе на работу сына руководителя районного совета, и в чем мы усмотрели признаки или по крайней мере что-то похожее на конфликт интересов или даже на коррупционное проявление. Так вот, господин Субботин, возглавляющий районный совет Мелюзовского района республики Башкортостан, после этого сюжета покинул свою должность. Правда, на местах остались и руководитель администрации района, и сын господина Субботина. Но, как говорится, лиха беда начала. Хоть что-то произошло, хоть что-то поменялось в Мелюзовском районе после нашего сюжета. А вот в Стерлитамагском районе и вовсе случилось страшное. С 8 мая, по сути, глава района Анвар Абдрафиков утратил право руководить районом, потому что у него закончился контракт. А ранее до этого, когда он достиг предельного возраста для муниципального служащего, ему продлили этот контракт однократно, что, собственно, позволяется законом. И вот 8 мая, по сути, господин Абдрафиков должен был покинуть свой пост. Однако, прошляпив этот момент, и совет района, и администрация Хабирова, и вот 6 мая, в панике, в выходной, совет Стерлитамагского района собирается и продлевает полномочия господина Абдрафикова еще на год. Тем самым нарушает несколько положений законодательства. Речь идет о том, что господину Абдрафикову уже не могли продлить контракт, потому что закон позволяет сделать это однократно после наступления предельного срока. А контракт у господина Абдрафикова уже заканчивался 8 мая. Это, конечно, очень четкая иллюстрация отсутствия профессионализма и в подразделениях администрации Хабирова, которые контролируют районные администрации и вообще порядок на местах, и в самом совете Стерлитамагского района. Вот этот переизбыток юристов в администрации Хабирова не пошел на пользу для юридического порядка в республике, и у нас приключаются вот такие вещи. Продолжение следует... Конец цитаты. Примечательно, что Хабиров в этом выступлении добавил, что он точно знает, как решить проблему обманутых дольщиков. А самое главное, что сказал вот эти слова Радий Фаритович не когда-нибудь, а 16 декабря 2018 года. С тех пор прошло два с половиной года. Мы все с замиранием ждем, когда же любимый руководитель откроет нам свое тайное знание, когда же начнутся решаться проблемы обманутых дольщиков, но складывается ощущение, что решение это все еще где-то за горами. На прошедшей неделе прокуратура Республики Башкортостан проанализировала темпы ликвидации проблемы обманутых дольщиков в республике и пришла к обоснованному выводу, что действительность опровергает планы Радия Хабирова, и решить проблему обманутых дольщиков в Республике Башкортостан к 2024 году категорически не удастся. Речь идет все о том самом сакральном 2024 году, в котором мы, суть по всему, снова будем должны избрать Владимира Путина на его новый срок президентства в Российской Федерации. На этот год приходится и фокусирует соответственность всех уровней власти, в том числе и губернаторов в регионах, им поставлены задачи, целевые показатели и прочее, прочее. Этих показателей и задач нужно во что бы то ни стало добиться. Одна из этих задач – ликвидация проблемы обманутых дольщиков. Так вот, прокуратура Республики на прошедшей неделе пришла к выводу о том, что Хабирову не удается решить эту проблему, и мы, собственно, видим это собственными глазами. Мы, очевидно, присоединяемся к этому неутешительному выводу прокуратуры, глядя на разнообразные объекты обманутых дольщиков Республики Башкортостан. Вокруг ПСК-6, застройщика, у которого вот-вот могут возникнуть обманутые дольщики, происходили на прошедшей неделе достаточно бурные события. Дольщики коллективно подали заявление в прокуратуру на действия жилстроенадзора Республики Башкортостан. Дольщики объявили о том, что их протестные акции у Белого дома и у мэрии Уфы становятся бессрочными. То есть, не получив какого-то отзыва о обратной связи с чиновниками, дольщики переходят к более активной фазе. Также дольщики ПСК-6 пишут коллективное обращение к Владимиру Путину и планируют поездку в Москву для встречи с Маратом Хуснулиным, который курирует в правительстве Российской Федерации строительства. Дольщики ПСК-6 полагают, что московские чиновники не в должной мере посвящены в ситуацию, которая складывается вокруг их объекта в Уфе и надеются, что Марат Хуснулин сможет повоздействовать на Раде Хабирова и его команду. С противоположной стороны этого конфликта тоже происходили некоторые события. Судя по всему, девушка Яковлева и примкнувшая к ней девушка Настя окончательно дискредитировали себя в глазах уфимской мэрии. На прошедшей неделе Сергей Николаевич Греков назвал их лагунями и разорвал всякие с ними контакты, отказал им в дальнейших встречах, сказал, что максимум, на что они могут рассчитывать, это рабочие контакты с его помощниками и сотрудниками. В общем, до Грекова наконец дошла та самая токсичность, которая исходит от этих двух девушек, от этого боевого отряда Рената Баширова, которые, собственно, призваны для того, чтобы раскачивать ситуацию вокруг этого застройщика с какими-то определенными, на мой взгляд, нехорошими целями, с которыми действует Ренат Баширов на строительном рынке. Ну, в общем, вот так вот приключилось с этими Зитой и Гитой. Также Алла Яковлева и ее Настя предприняли довольно смехотворную попытку спровоцировать дольщиков объединиться с ними вместе и усилить нажим на мэрию в их контексте, что, собственно, конечно, вызвало нервный смех у дольщиков по СК-6. Очевидно, что мадам Яковлева и ее Ватага не способны к некой коллаборации с дольщиками, хотя бы потому что интересы у них диаметрально противоположны. Как я и анонсировал в прошедшем выпуске, я начинаю вникать в ситуацию с Садовым кольцом и компанией Госстрой. На прошедшей неделе мне удалось пообщаться с руководством компании Садовое кольцо, в частности, с Михаилом Фельдманом. И из этой беседы, из этого общения я почерпнул очень много интересного и того, что я не знал. И того, о чем почему-то не знают здесь у нас дольщики и общественность, которые интересуются этими проблемами. В частности, я узнал, что, оказывается, юридически застройщики на объектах госстроя не сменились. Остались те же самые юридические лица, которые, собственно, и были, и принадлежали господину Бадикову. Я предполагаю, что они фактически до сих пор принадлежат господину Бадикову, но, по словам господина Фельдмана, каким-то образом контролируется компания Садовое кольцо, которая инвестирует в эти фирмы, в фирмы-застройщики, свои средства для достраивания объектов госстроя. Также господин Фельдман сообщил о том, что в рамках строительства жилищного комплекса Таухаус будут выделены 184 квартиры обманутым дольщикам Башкирии, но это не дольщики госстроя, это так называемые воздушные дольщики из других объектов, у которых нет шансов на достройку и которые достраиваться не будут. 184 квартиры в этом комплексе Таухаус составляют 10% от общего числа квартир, от общей площади вообще этого комплекса, что позволяет мне сделать вывод о том, что в этом комплексе будет примерно 1840 квартир. Также Михаил Борисович Фельдман сообщил мне о том, что есть определенные проблемы с получением компенсационных участков. Напомню, что компания «Садовое кольцо» зашла на рынок Уфы и Башкирии именно на условиях того, что по закону ей предоставляют или должны предоставить некие компенсационные участки за то, что они достраивают проблемные объекты. Это, собственно, нормальная история, это прописано в законе, но ненормальный темп, который у нас здесь образовались и сроки, в которые выдаются эти земельные участки, господин Фельдман не смог однозначно объяснить, что является причиной вот этого торможения. Однако что-то мне подсказывает, что чиновники Башкирии оказались не готовы к такой сложной задаче, как выдача вот этих вот земельных участков. Дело в том, что в процесс вовлечено сразу несколько ведомств. Это и госстрой Республики Башкортостан, это и Министерство земельных и имущественных отношений, это и администрация города. И вот все они должны прийти к единому знаменателю. Более того, они должны соблюсти все сложное законодательство, связанное с земельными вопросами. Тут и прокуратура, которая пристально наблюдает за этими процессами. В общем, проблем много, и чиновники Уфы и Башкирии оказались не в состоянии оперативно решать подобные сложные задачи. Идет все ни шатка, ни валка. На все это наложилось, конечно, и обстоятельства того, что руководство ведомства, я имею в виду госстрой РБ, у нас, значит, находится под арестом, и вообще правительство Республики Башкортостан сейчас слегка лихорадит. В общем, это все не способствует скорейшему решению этой проблемы. Вот господин Фельдман утверждает, что торможение в этом процессе существует, потому и переносятся сроки, которые были обещаны. Я проанализировал ту дорожную карту, которая была представлена дольщикам госстроя ранее. Мы ее вам демонстрируем. Но, собственно, что-то мне подсказывает, что она, конечно, не будет выполнена в части старта работ на многих объектах. Однако господин Фельдман обещал, что где-то до 20 июня новые дорожные карты будут опубликованы. Потому что, на самом деле, это самый главный момент для дольщиков. Они должны знать, они хотят знать, когда начнут строить их объекты. Пока повисла неопределенность, и эта неопределенность очень плохо действует на атмосферу вокруг строительных объектов компании «Госстрой». В свете сказанного мне представляется странным то, что в отношении господина Бадикова вообще как-то очень сильно спало внимание. Он, являясь основным виновником вот этой ситуации вокруг компании «Госстрой», вокруг многочисленных объектов, которые недостроены, и которые сейчас пытаются достраивать садовое кольцо, он совершенно в стороне. Он ни в чем не виноват, его ни в чем не обвиняют. Он продал свою компанию за 1 рубль. Ну, как бы вот так произошло садовому кольцу. И теперь, значит, возитесь как можете. Ну, оставим пока за скобками все разговоры о том, что садовое кольцо там пришло к нам из Подмосковья, что кто-то его сюда завел. Но у меня складывается ощущение, что сама компания «Садовое кольцо», в общем-то, уже слегка поменяла свое отношение к тому, что происходит в республике. Я имею в виду вот этот задор и горячее желание быстро кинуться в бой, по-моему, слегка ослабевает, потому что вот все начало буксовать. Земельные участки как-то нерезвые, ни шатка, ни валка не выдаются. В общем, вот с этим есть проблемы. В связи с этим, конечно, реагируют и дольщики. 27 мая дольщики ЖК «Московский», который входит в пул вот этих объектов госстроя, который, в свою очередь, достраивает Садовое кольцо, эти дольщики собрались у своей стройплощадки, чтобы обсудить ситуацию, ну и решить, что делать. Честно говоря, мы присутствовали на этой встрече, и основное, что я услышал, это недоумение. Что нам делать? Это был основной вопрос, потому что перебирались в этом разговоре всякие варианты действий. Дольщики, конечно, следят за ситуацией и видят, что делают дольщики других объектов. Обсуждались всякие сценарии протеста, такие-сякие и прочие. Сценарии воздействия на застройщика и на Садовое кольцо в части обращения в органы госвластии и так далее, и так далее. Вплоть до того, что обсуждались весьма экзотические сценарии протеста, палаточные лагеря и прочее, и прочее. Однако здесь просматривается один очень важный аспект. Это первое. Это неинформированность дольщиков о ситуации. Они элементарно не понимают даже юридической конструкции, которая сложилась вокруг всего этого. Дело в том, что из разговора с господином Фельденом я сделал для себя неожиданный вывод, что на самом деле Садовое кольцо не является застройщиком этих объектов. У дольщиков нет юридических отношений с Садовым кольцом. У дольщиков сохранились юридические отношения с теми фирмами, которые были зарегистрированы еще Кириллом Бадиковым. И юридически Садовое кольцо ничем не обязано дольщикам, и дольщики ничего не могут требовать Садового кольца. Хорошо это или плохо, я не знаю. Правильно ли, что не были перезаключены договора ДДУ, я тоже не знаю, но тем не менее это так. Не все дольщики это понимают. И обращаясь к Садовому кольцу с претензиями, они получают отказы, а вот почему-то к Бадикову с претензиями они не обращаются. Хотя закон говорит о том, что они вправе требовать компенсации застройщиков, в том числе финансовой компенсации, в случае, если сроки уже пропущены, и они несут какие-то затраты. Они несут затраты, имеется в виду, они платят большие платежи по ипотеке, пока дом не сдан, не введен в эксплуатацию, они платят арендную плату за квартиры, в которых проживают, и так далее, и так далее. Вообще, странности в общении дольщиков и с Бадиковым, и с Садовым кольцом, из администрации очень много. В частности, чиновники не только не помогают решать эту проблему, но еще и время от времени подливают масло в огонь. И я говорю о странной переписке, которая состоялась между дольщиками Садового кольца и, например, комитетом по строительству Республики Башкортостан. В частности, ГОСРОРБ заявил, что в своем письме заявил, что реестр обманутых дольщиков больше не ведется. Однако далее ГОСРОРБ заявляет, что объект, один из объектов Бадикова включен в единый реестр проблемных объектов. Однако при этом на сайте Дом.РФ сведений об этом включении нет. В общем, тут, конечно, какая-то путаница, какое-то разночтение. Господину Ковшову надо брать руки в ноги и начинать работать с дольщиками ЖК Московский и прочими объектами Кирилла Бадикова. Дело в том, что, по моему субъективному ощущению, там назревает некое действие, некий социальный взрыв, который, наверное, ни на руку никому, ни обществу, ни власти. Соответственно, надо упреждать подобные события. Чтобы проиллюстрировать то, как дольщики воспринимают ситуацию вокруг Садового кольца и их объектов, я предлагаю вам посмотреть небольшое интервью, которое мы записали на встрече с дольщиками ЖК Московский 27 мая. Приобрели квартиру мы в 2014 году, в июне месяце, и до сих пор не получили наше жилье. А сроки сдачи какие были по первоначальному договору? Вообще нам обещали по договору ЖСК, мы приобретали тогда по этому договору в 2016 году. Далее был переоформлен договор ДДУ, где сроки были озвучены 2018 год по договору, но и плюс передача ключей до 23 декабря 2019 года. Ввиду вот этой маленькой пометки, так скажем, у застройщиков было время до 2019 года декабря. А теперь, когда объект передан, ну, по крайней мере, мы так считаем, что он передан компании Садовое кольцо, теперь какой срок вам ставит компания Садовое кольцо? Садовое кольцо обещает нам начать стройку только в августе этого года, а сдать квартиру во втором квартале 23-го. Какие-то документы по передаче обязательств от ГК Госстрой, еще какие-то вещи с вами подписывало Садовое кольцо? Нет, к сожалению, никаких документов нам предоставлено не было. Все обращения, которые были от нас в Садовом кольцу, была, ну, так скажем, отписка, отмашка о том, что они не являются застройщиками. Застройщиком также остается Госстрой во главе с Бадиком, ну, или я не знаю, кто сейчас там руководитель. А они являются только просто инвесторами. Кого вы вините в этой сложившейся ситуации, то есть в вашем представлении, вот как дольщика, который доверил свои деньги строителям? В данном случае кто виноват? Город, республика, Бадиков, может быть, солдаты НАТО, кто-то еще в этом виноват? На самом деле, наверное, здесь общее... Ну, во главе, конечно, я ставлю Бадикова. Были обещания, которые не были выполнены. Ну, с другой стороны, может, и наша вина о том, что мы доверились человеку просто, поверили в эту рекламу, поверили в работу менеджеров, которые очень хорошо и красиво все рассказывали. По факту просто пустота. И государство почему-то не хочет взять ответственность. Ну, выделили даже те же компенсационные участки, как они обещают Садовому кольцу. Ведь Садовое кольцо утверждает, что они не были переданы. Теперь о Садовом кольце. Вот насколько вам внушает или не внушает доверие эта компания? Ведь передали ей фактически эти объекты, ну, условно говоря, не разговаривая с вами, да? То есть это же не было вашим решением. Это было решение где-то там Минстрой, там правительство республики, Садовое кольцо. Они решили, что они на себя принимают эти обязательства. Насколько вы доверяете, насколько вы верите в то, что Садовое кольцо достроит эти все объекты и решит эту проблему? Ну, с учетом того, что как мы обожглись на госстрой, доверия, естественно, никакого. Мне было бы, на самом деле, более понятно, если бы стройку госстроя выдвинули на тендер с выдвижением, допустим, с выделением каких-то участков, тот же Мрадкино, тот же Кошкин лес. Почему не участвовали наши застройщики? Мне кажется, это как-то в тихую все прошло. Вот пришел человек, ему выделили, получается, земли, и выделили что-то на дострой. Притом что-то не строится, к сожалению. А вот на объекте ЖК Менделеевский, том самом продолжительном долгострое Республики Башкортостан, где жители уже 13 лет ждут своих квартир, на прошедшей неделе случился вовсе комический случай. Речь идет о том, что, отчаявшись добиться хоть какой-то информации от нового застройщика их объекта, службы заказчика и технического надзора, это есть такой МУП в составе администрации УФИ, отчаявшись получить от них хоть какую-то внятную информацию, дольщики ЖК Менделеевский начали, по сути, атаковать офис этого предприятия, выставляя у входа в этот офис всевозможные плакаты, завершилась эта акция самым неожиданным образом. МУП с ИЗТН просто съехал из офиса и переместился в другую часть города. Видимо, не выдержав вот этого общения с дольщиками, не выдержав вопросов, которые им задают и на которые у них нет ответа, я не знаю, можно ли это считать результатом, на самом деле, не уверен до конца. Однако, могу констатировать, что эмоциональная победа дольщиков над МУП с ИЗТН все-таки была одержана.